В Казахстане лабораторно подтверждены 75 случаев кори. Большинство заболевших непривитые дети, сообщает в Минздраве. Подъем заболеваемости медики фиксируют с февраля. И это уже не первая вспышка кори в республике. В 2019 году вирусом заболели более 13 тысяч человек. В каких регионах сейчас самая неблагополучная ситуация по кори, расскажет Джамал Габдулина. В Казахстане неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. Это очень заразная болезнь. При этом ее симптомы сложно отличить от обычного ОРВИ. Пока не проявится специфичная красная сыпь. Против кори в мире не существует лечения. Этим она и опасна. Ее последствия вызывают энцефалит и пневмонию. Корь может привести к смерти. На сегодня регионы с высоким уровнем заболеваемости – это Алма-Ате, Туркестанская и Житесуцкая области. У нас наихудшее состояние, конечно, в Алма-Ате. В Алма-Ате у нас зарегистрировано 46 случаев, подтвержденных на сегодняшний день. И из них 90% – это среди детей в целом кори зарегистрировано. Из этих детей 70% составляют в Алма-Ате – это дети, которые не получили плановую профилактическую прививку против кори. Против кори – это 32 ребенка. На сегодня с подозрением на корь зарегистрировано 145 случаев по стране. Подтверждено лабораторно – 75. Большая часть – дети, причем не привитые. Есть и те, кто отказались от прививки, имеют противопоказания или еще не достигли 6 лет. Эксперты говорят, что даже если привитый ребенок заболел, течение болезни пройдет в более легкой форме. В целом, в большинстве регионов ситуация стабильная и корь не распространяется, так как есть высокий уровень иммунитета среди казахстанцев. Отправлять детей на учебу онлайн пока не будут. Если регистрируется одномоментно несколько случаев, то уже наше управление санэпидконтроля, которое находится на территориях, то есть в районах города Алматы, выдаются постановления на проведение соответствующих мероприятий. То есть о закрытии здесь речи не идет. Одна из мер по противодействию вспышке кори – выявление непривитых. На сегодня более 94 тысяч детей до 17 лет не имеют прививки от кори. Работа по вакцинации продолжается. Привито порядка 15 тысяч человек. Вспышки кори происходят, потому что в течение нескольких лет накапливается число непривитых и при заносе инфекции случается подъем заболеваемости среди них. Врачи говорят, что с началом пандемии коронавируса не только в Казахстане, но и во всем мире снизился охват плановых прививок среди детей. Поэтому в стране в 21-22 годы проводилась наверстывающая вакцинация. Но реальность показывает, что пока еще не все дети охвачены плановой вакцинацией против кори. Поэтому врачи призывают не пропускать плановые прививки, если у вас нет медотвода или противопоказаний. Жамалга Абдулина, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.